Почему ты стал делать такие короткие заставки? Ты издеваешься? Ладно, ладно, шучу. За двадцатку сделаешь? И сегодня наш взор упадет на очередное ежегодное пополнение серии игр Assassin's Creed. На сей раз вышедшее, а хрен с ним вы и так все знаете, и наверняка уже сами успели ее пройти. И зачем-то еще хотите, чтобы на нее был сделан обзор. Но поскольку я хочу, чтобы все уже от меня отъебались, давайте же вместе дружно присядем и разберемся. Способны ли убийцы Кредо 3 обратить на себя внимание своими нововведениями? И умудриться не обосраться в сравнении с предыдущими похождениями итальянского еб**я с бородой ЭЦЕО Аудиторе. Сейчас мы это и узнаем. Ты готовь задать им жару, Данька? Пошел, еб**й. Время обзора стреляй в людей. Танцуй в фонтанах и кровью погладь корову скорей. На дум хоккей, да в рот ему не судьбалец. На половину индейц, на половину британец. Он жил в себе, никого не трогал. Но негр сказал, теперь тебя зовут Коннор. Злые суки сожгли деревню. А древние духи говорят, спаси землю. Выполнит долг, надлежит ему данный. Скачет он по деревьям, и вон срайся каянный. Бегом на яхту, хреначи с пушки. Задрай глюки, шлюпки, шкульный парус, бачто, сишки, обзор. Ну и короче, сразу к делу. История, разумеется, берет свое начало сразу после событий предыдущих частей. В которых наш братишка Дезмонд Майлзович, фейс которого на протяжении каждой части претерпевал изменения в сторону большей похожести на лицо неандертальца, вместе со своими корешками лазал в глубины генетической памяти, дабы обрести знания, накопленные предками, которые помогут одержать победу над давним противником Братства Ассасинов, тамплиерами. Но тут вдруг откуда ни возьмись выясняется, что 21 декабря 2012 года близится конец света, и что надо что-то делать. В общем, я сам не понял, как все к такому пришло, что вообще происходило с Дезмондом в предыдущей части, и нафига он проткнул блондинку в Брэзер Худе. Но это не важно, так как тут нам по кусочкам все объясняют. При случае, если вам будет интересно выжить из игры как можно больше, беседуя с чуваками в моменты нахождения вне виртуального симулятора. Внутри же аппарата, демонстрирующего судьбу предков нашего главного героя, нам доведется узреть события войны Соединенных Штатов за независимость. Для тех же, кто захочет немедленно окунуться в процесс бегания по крышам, всаживания лезвий в тела врагов, и прокачки основного арсенала главного героя, игра покажет лишь средний палец и громко заявит. Хи** тебе в рыло, сраный урод! Нет, ибо для начала вам предстоит узреть множество кинца и побегать за отца главного героя из прошлого, параллельно впитывая в себя очередные туториалы о том, что вы уже могли знать заранее, о том, что нового было введено в игру, и с чем вам предстоит еще помучаться в будущем не раз. Как, например, столь важный необходимый взлом замков. Ведь я купил эту игру не для того, чтобы бегать, прыгать и совершать покушение на исторических личностей. Нееет! Меня полностью устраивает сидеть и крутить отверткой с отмычкой, а затем долбить по одной кнопке. Не представляю, как я обходился без этого в прошлых частях. Ну и в общем, побегав пару часов за батю, вы ничего особо важного не узнаете. Кроме одной важной детали, которую почти сразу после выхода игры было модно спойлерить во всем интернете, сразу вместе с концовкой игры. Большое спасибо всем га***нам за это. Также вам ведают о его знакомстве с представителем местных аборигенов женского пола. Я хейтам. Я пришел с миром. Че тебе надо у меня дома? Как тебя зовут? Я Гадя Дзио. Гадя. Просто Дзио. Задя. Дзио. Я буду называть тебя Гадя. Корова. С которой они закатывают оргию. Впоследствии чего на свет отпрыскивается наш основной персонаж. С именем которого не стали церемониться и просто-напросто назвали его Радун Хагейду. What? Который затем рос без отца, был потлатым говнарем, играл в прятки, никого не трогал. Пока в один прекрасный день какой-то белый не стал приставать к нему. А хочешь конфетку, да? Требуя указать расположение его деревни. Хотя она при этом находилась в двух шагах от них. Параллельно втирая ему всякую билиберду и одновременно сдавливая его шею. Для достижения более ясного взаимопонимания. Но я не жесток. Да, мы заметили. Затем, очнувшись, но еще не отойдя от действия тяжелых наркотиков. Наш малец спешит назад домой, пожаловаться мамочке. Однако обнаруживает свою деревню в пылающем огненном пламени. Ой, спойлеры. Ну и затем, короче, спустя множество часов отсутствия нормальной возможности поиграть, наш главный герой наконец-таки становится настоящим мужиком, обладающим способностями ползать по поверхностям деревьев, не хуже обезьяны, на которую так похож Дезмонд, и убивать милых, добрых лесных пушистиков. Затем уже он узнает, что его деревня в опасности. Он собирает манатки и отправляется в поисках мастера-ассасина, который сможет научить его читать, писать, ходить в магазин и так далее. Заодно рассказав про тамплиеров и про то, что ему их всех надо будет перебить, дабы его деревню никто не трогал и всем было зашибись. Если же вы уже прошли эту игру и сами все знаете, то молодец. Если же нет, не буду портить вам впечатление и рассказывать все наперед. Отмечу лишь, что сюжет в данной игре меня много чем разочаровал, так как ничего такого интересного и загадочного в нем я не увидел. Не могу сказать, что он прям ужасен, но просто от такой игры ожидалось гораздо больше, а в итоге получилась просто перечень повествований о войне и об исторических личностях. И практически ничего нового о самом братстве ассасинов и ордене тамплиеров. Даже коронную фразу «ничто не истина, все дозволено» ни разу не произнесли. Поэтому на фоне замечательной трилогии о похождениях Эдсо Аудиторовича, история индейца-полукровки смотрится довольно-таки просто и неинтересна. Но не все так плохо, ибо в каждой игре немаловажен и сам гейплей, который тут, к счастью, претерпел не особо серьезные изменения, однако они имеются. Так что заткнись, слушай и записывай. Во-первых, как я уже говорил, здесь появилась возможность ползать по деревьям. И вместе с этим заодно и по скалам. Разумеется, на любое дерево залезть нельзя. Только лишь на те, которые явно выдают себя, как специально созданные именно для этого. Выглядит это действительно круто, и за все прохождение ползать по ним мне не наскучило ни разу. Ввиду того, что это и не так часто приходилось делать. Так как основные миссии шли в городах, в которых, дай бог, есть одно-два деревца. Чисто для красоты. Кайф ползания по деревьям ломает лишь то, что специализированные для этого веточки расположены не повсюду. Поэтому пройти через всю карту, находясь при этом в лесу и четко следуя захотевшимся вам путем по прямой, не выйдет. Во-вторых, здесь появились дикие звери и, соответственно, охота на них. Необходимая в основном в качестве заработка денег. Так как шкуры и прочее говно затем можно будет продавать в лавках магазинов. Дабы затем иметь с этого денежную выгоду. Сам же процесс охоты сделан довольно-таки неоднозначно. Так как данные вам для этого ловушки и приманка не несут особой пользы. Ввиду того, что зверей вокруг как говна за баней. И легче и быстрее либо просто умудриться догнать их, либо подобраться сверху по деревьям и затем спокойно наброситься на них. Лук также оказался менее полезным, чем ожидалось. Так как, чтобы убить большую добычу, надо попасть в нее более одного раза. Однако при первом же выстреле, она стремительно уебует в противоположную от вас сторону. А возможности самодоводящегося неудобного в прицеливании лука близкого радиуса действия не позволяют добить свою жертву на дальней дистанции. Гораздо проще совершать убийство в воздухе. Помимо безобидных трусливых тварей, здесь присутствуют и хищники, которые скорее сами нападут на вас, нежели вы на них. И процесс борьбы с которыми не представляет из себя ничего сложного или же интересного. Так как все, что надо в таком случае делать, это сжать икс, чтобы выиграть. Лично я был бы рад возможности отметелить медведя на кулаках или же на ножах, взяв за основу схватки с людьми. Но нет, разработчики решили просрать такую замечательную возможность и сделали все играбельным для детей дошкольного возраста. Хотя рейтинг у игры 18+. Зверей же здесь не такое уж и большое разнообразие. Но дай и насрать, ведь главное, что среди них есть бобер. И еще одним немаловажным пополнением является появление в игре мореплавательных миссий. Управление кораблем довольно-таки простое, понятное и немного даже интересное. Сам факт того, что в игру изначально позиционировавшие себя как стелс-экшен добавили управление аж целым судном, довольно-таки странно. Но выглядит это действительно впечатляюще и способно достойно скрасить обстановку. Ну и в общем, стелс-экшен заимел меньше стелса и больше экшена. В плане стелса произошло лишь одно важное, колоссально меняющее всю историю игростроения событие. Теперь, если ваш герой садится в кусты, он становится абсолютно невидимым для всех окружающих. Либо же все решают, что он делает свои дела и считает неприличным вообще обращать на него внимание. Даже когда он ползает. Немного изменилась и система сражения. Вместо маханиям лишь одним оружием, главный герой получил возможность еще использовать и второстепенное. Как, например, пистолет, лук и прочее говно. Блок сменился на парирование. Ну, тупо отмахивание от ударов. И вовремя нажатая кнопка парирования открывает возможность контратаковать противника. Либо основным оружием, либо второстепенным, либо пнуть его под жопу ногой, либо откинуть в захотевшуюся сторону. Мне новое управление показалось гораздо круче и удобнее. По крайней мере, после того, как я решил запустить второго ассасина. И совершенно не понимал, что там нужно делать. Заметил лишь то, что пропала насмешка, отскок назад, и теперь нельзя просто так взять, подойти к врагу и взять его за грудки. Что сейчас, в принципе, смотрится даже как-то нелепо. В общем, к боевой системе у меня лишь один вопрос. Зачем вы взяли идеально работающий, полупрозрачный инвентарь колесика, или колесики из прошлых частей, и заменили его на долго открывающееся безобразие, в котором нельзя ежесекундно выбрать, что хочется, а необходимо еще и скроллить все к чертям? Это бесит и разумные причины, почему сделали именно так, я не вижу. Ну и в целом, графон в игре стал гораздо лучше. Локации краши, персонажи более проработаны и щедро одарены разного рода анимациями. В особенности наш главный герой. Управление тоже слегка изменилось. Теперь, чтобы бегать и творить паркур, вместо двух кнопок достаточно держать лишь одну, что правда в некоторых случаях может заставить его взять и не в тему прилипнуть к стене во время погони. Теперь в режиме бега и цыплянии наш персонаж не будет автоматически прыгать с любой высоты вниз, заставляя вас огребать последствия, как это было раньше. И для более клевого бега через небольшие препятствия добавилась возможность зажать вторую кнопку и творить нереально стильные вещи. Появились и достаточно странные добавления. Это появление какой-то странной торговли и караванов. И не имение возможности купить дополнительные сумки для боеприпасов, а лишь на сильное обязательство крафтить их, что предусматривает добычу или покупку всяких ресурсов, из которых потом надо крафтить материалы, уже потом из которых можно... Ё-моё, нахуя! Если мне надо, я поиграю в Майнкрафт, в котором крафтить и то в тысячу раз удобней. Но кое-что и улучшилось. Количество ассасинов-помощников увеличилось, как и их возможности, а их прокачивание стало удобнее. Появилось быстрое перемещение между определенными точками, открыть которые можно, путешествуя по подземным лабиринтам города. Второстепенные задания составляют где-то 60% всей игры. Может, даже больше. Я хз. К сожалению, пропали задания по поиску тайников-тамплиеров, где надо было долго искать сундуки с баблом и карабкаться по всяким там огромным грациозным храмам. Вместо этого, правда, появились интересные уровни с поиском клада, но уровней всего 5, и каждый проходится за пару минут. Ну и самое главное. Появилась возможность гладить животных. Ведь это так важно и охуенно! Ну и в общем, если подвести итог, Assassin's Creed 3 действительно обладал возможностью стать мега-охренительной игрой, но упустил этот шанс, предоставив достаточно скучный и интересный сюжет, хоть и поданный достаточно красиво. В плане графона и технологичности она стала гораздо круче, красивее и играть действительно приятно. Багов можно встретить достаточно много, и частенько игра любит вылетать или же просто заставить ваш комп повиснуть. Про мультиплеер ничего сказать не могу, потому что лично мне он никогда не нравился. Ну и вообще видно, что разработчики старались, но ушли малость не туда, куда стоило бы. Поэтому Assassin's Creed 3 получает оценку 7,8 из 10. И помните! Ничто не истина, всё дозволено. Субтитры создавал DimaTorzok